Еще раз обращаюсь к вам, нам нужно 10 тысяч подписей, 10 тысяч писем, чтобы вы отправили в приемную президента, в администрацию президента, а также можно отправлять сенатором, для того, чтобы остановить данный законопроект, который не обсуждался ни с родительской общественностью, ни с общественностью в целом. Данный это какой? Это законопроект о семейно-бытовом насилии, в прошлом, сейчас он называется «Внесение изменений дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав детей и женщин». И безопасности детей, а защиты женских прав. Но на самом деле он не отвечает тому названию громкому, которое описывается, да, той концепции. Там очень много ювенальных норм, которые, к сожалению, депутаты пропустили в двух чтениях. Хорошо. Марин, скажи, вот мы сейчас вышли из приемной, где оставили письма президенту и записались к нему на личный прием. Это сложно было? И вообще как там обстановочка? Расскажи, пожалуйста. Это не сложно. Вот заходите, на Мангаликель есть здание, называется оно «Дом министерств». В 16-й подъезд заходите со своим удостоверением личности и с обращением готовым. И вас пропускают, и потом принимают окошко, и в окошке там уже регистрируют ваше обращение. Дают вот такой вот талончик, что вы записаны на прием. Также мы записались на прием и в другие органы для того, чтобы нас услышали. И вы тоже это можете сделать. Все образцы писем есть у нас на каналах. Это телеграм, инстаграм. То есть во всех социальных сетях есть наши образцы. Или же вы можете написать в произвольной форме. Да, в произвольной форме гораздо лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!